может быть ничего нового не расскажу но вот на примере я вас камортизатора когда что вроде бы хорошей резинки поменяли ну а скажем так поршни и все остальное менять не на что понятное дело что она изношенная есть моменты потертостей такие вот царапинки соответственно компрессия уже немножко не то и гашение становится слабее за счет всех этих протечек поэтому в данном случае просто увеличим вязкость масла сейчас вместо аморизаторного масла я залью компрессорное для бытовых компрессоров компрессор oil вот по вязкости но погуще если гашение не устраивает можно залить масло еще гуще но моторные масла немножко по характеристикам не так работают они вроде бы как говорят что кипят поэтому в амортизаторы они нежелательны правильнее всего сделать аморизатору полный ремонт но я же говорю что вот такой старенький амортизатор исправно не течет ничего просто слабое гашение добавляем гашение за счет увеличения вязкости рабочей жидкости самый простой вариант теперь что еще хотела сказать по этому поводу как узнать сколько ж необходимо масло хорошо когда есть книжка мы знаем тип амортизатора мы открываем литературы читаем там я вас кем ризатор 50 грамм специалисты рекомендуют 55 грамм чуть больше масла появляется упор не полностью заходит шток как бы вдавливаешь он зависает каком-то положении чуть меньше в гашении появляется провал ну воздух бум и удар в общем ничего хитрого в этом нет мы заливаем масло сам стаканчик непосредственно вот в котором работает поршень опускаем его излишки масла вытекают потом частично сливаем одеваем до тех пор пока не уйдет ну провал и после этого она ходит если у нас появилась опять где-то пробочка пробку откручиваем чуть-чуть доливаем маслица прям отсюда и точно также находим этот хитрое место там по чуть-чуть буквально приходится добавлять не по капельке там как говорится по 5 грамм такая штука происходит и что еще покажу как побороть вот эту вещь вот потертость на стакане это отсутствие пластиковые здесь вот прокладочки ну мы ее сделаем из термоусадки а термоусадкой будем использовать пластиковую бутылку нужного диаметра вырежем колечко нагреем феном 1 или 2 сейчас посмотрим сколько будет необходимо чтобы здесь не звенела чтоб не терла чтоб не блям-блям-блям не блям кого то есть сейчас есть вот мерная бутылочка химическая 50 грамм я думаю снимать я не буду как мы здесь все заливаем одной рукой снимать другой рукой заливать это не так интересно в общем я знаю что здесь 50 грамм поэтому я заливаю 50 грамм собираю амортизатор и проверяю его наличие скажем так упора либо провала что касается непосредственно я вас к амортизатора предлагаю вот такое решение вопроса с гайкой здесь очень тоненький захват и такое что-то там не 2219 непонятное что-то поэтому я делаю это разводным ключом вот таким вот по размеру подогнал закрутил раскрутил стараемся не сильно затягивать затягиваем так чтобы не было утечек масла когда штоком работаем чтобы ничего здесь не булькало это значит подтянута тем более резиночка старенькая но за немножко подтягивать но здесь вот дремелем доработал сделал фаску глубже где-то миллиметра на полтора-два пробрал слава богу по пробке этого достаточно даже если она чуть глубже уйдет не так страшно практически вплоть до резьбы делаю и вот этот захват еще может работать то есть можно вот так каким образом восстановить убитую гайку так вот такое масло сюда было залито ну как бы сама система что понимать относительно того что было гашение уже есть еще гуще зальем но будет жестче но как бы думаю незачем то есть вот так вот решаем вопрос что касается гашения амортизатора и это частое явление такое и подскажу значит жидкость заливаем ровно под срез стакана цилиндра вот залили поршни ставили опустили это больше чем достаточно не надо там ее перепускать во внешние цилиндры так дальше мы и и когда шток опускается через клапан жесткость попадает во внешний стакан и когда идет шток назад всасывание происходит через низ и главное чтобы здесь не было воздушной пробочки чтобы он не всасывал воздух и больше ничего не надо а в процессе пока мы заливаем жидкость часть жидкости переходит вот сюда и поэтому если мы не знаем объем амортизатора достаточно просто-напросто залить жидкость по срез цилиндра вставить поршень прокачать его и понять что она все работает ну вот отрезаем из бутылки точнее от бутылки вот такое кольцо можно конечно использовать более узкую часть сейчас посмотрим как обожмет такая пленка а я ей дужи горячий так смотрим пленочка легла отличненько сейчас отрезаем еще одно колечко еще одно обжимаем и сколько необходимо для нормальной работы стаканчика этот пластик будет работать четненько здесь изнутри конечно обрежем краешек будет как раз ступенечкой не давать ему уходить вниз вот в общем такой вот лайфхак для ремонта подобных амортизаторов данная конструкция встречается и на иже ну там неважно где где блямкает можно таким образом устранить шум заленчение его да и когда будем собирать амортизатор не забываем намазать пружину каким-нибудь ну я мажу пружиной жировой смазкой чтобы она тоже не блямкала смазка это на воду на солнце не течет матч мало нет если среду что-то в этом роде то будет вытекать поэтому жировая 13 смазочка вполне здесь работает отлично ну как их собирать это дело отдельного разговора в общем суть заключается в том что полностью опускается и без провала выходит на улицу вот мелкие колебания поверьте усилие довольно таки приличное для бушных амортизаторов лучше масла чем компрессорная не придумать на мой взгляд хотя все зависит от степени износа если износ больше заливайте хоть тат некоторые советовали даже негрол и глюда солидола туда еще за пожевать и вообще будет замечательно в целом пришлось одеть сюда в конкретном случае три колечка наплавили сейчас обрезаем излишки и собираем стаканчик он уже плотненько и будет тереться по пластмасски ничего не тарабанить можно изнутри стаканчик немножечко смазать хотя когда будем вставлять намазанную пружину там смазкой так появится ну данные амортизаторы я собираю вот так вот подручное приспособление закрутили болт вставили чего-нибудь намотали тряпочку чтобы не покосать зажали плоскогубцами тисками и потом монтажкой через винт тисков и вот таким образом либо вот так для начала 1 2 понятно с двумя руками надо у меня нет сейчас кума оператора прижимаем и вставляем сухари сначала оставили один потом можно развернуть на 180 градусов и ставить 2 все легко и просто вообще проблем не вижу як я и казав ничего складного тут на бачу вот они одеты то есть сначала один сухарь задавил потом развернула там артитра на 180 градусов и задавила установил второй сухарь все кажу шина не болтается находится ничего трогать не будет стоять он будет на suzuki sepia вот на этом на педике поэтому для красоты чтобы нога была беленькая хвостик был беленький амортизатор мы покрасим черным матом покроем его конечно хотя матюкаться на него сильно не надо ну вот так вот я решил что черный амортизатор без блестящих штук вот а если потом необходимо будет куда-то применить эти хромированные стаканчики они всегда отмоются растворителем то есть просто сейчас протрем обезжирим брызнем поставим и посмотрим что у нас результате получится просто протираем растворителем наносим два слоя и устанавливаем амортизатор на месте такой черненький вот так издалека практически незаметно поставим хвостик будет видно как она выглядит это чудо сепия зазе